Бля, если честно сказать, эти негосударственные пенсионные фонды меня уже задолбали своими звонками. Эти мудаки постоянно мне звонят и говорят, «Здравствуйте, вы такой-то, такой-то, такой-то негосударственный банк, фонд от такого-то банка, вы заключали с нами договор или нет?» Я их просто беру и шлю лесом, причем в жесткой форме. С ними нужно просто именно таким образом и поступать. Эти негосударственные пенсионные фонды, они работают по хитромошеннической схеме и хотят перевести ваши деньги через согласие по телефону. Поэтому будьте очень бдительны и будьте очень внимательны. И в этом видео я хотел бы с вами, в принципе, поговорить на вот эту тему и рассказать свою ситуацию и предостеречь вас, чтобы вы не встряли куда зря и ваши деньги там, я не знаю, куда-либо они не слили и не сунули и тому подобное. Пусть даже если у вас небольшая сумма, но все равно это тоже сумма, которая в будущем может превратиться в довольно-таки неплохую сумму, которую вы можете получить в пенсионном возрасте. Всех приветствую, ребята, с вами на связи Фокин Евгений. Кто меня не знает, я интернет-предприниматель и немножко о ютубе. Сегодня мы говорим о негосударственных пенсионных фондах и о том, как они разводят и как не попасться на их удочку и не слить им свои накопления. Смотрите, у меня уже есть в этом опыт, и я уже свои накопления еще как два года назад перевел в негосударственные пенсионные фонды от Сбербанка. Почему Сбербанк? Потому что я Сбербанку доверяю, я с ним сотрудничаю, у меня там есть свои моменты, и поэтому кому-то Сбербанк нравится, кому-то нет, скажу, да, Сбербанк дает самые низкие проценты и на депозиты, ну то есть он как бы жадный, но он в этом плане стабильный. А другие тоже пенсионные фонды, ну как бы разбираться в них я тоже не хотел и лезть куда-то я не хотел. Итак, друзья, сейчас я расскажу свою предысторию, как я вообще, сука, вляпался в эти негосударственные пенсионные фонды, как я потом во всем в этом разобрался, в этой теме и перевел все свои накопления в Сбербанк. И вообще, что я хочу сказать, в то время, да, я тоже много чего не понимал в этой теме, только потом разобрался. Да и многие люди тоже с опасением к этим негосударственным пенсионным фондам относились, потому что это было что-то новое, что-то непонятное, и в этом нужно, в принципе, было разбираться. И, ну, у нас же люди как? Они всего боятся, особенно все, что касается вот этого, денег, имущества, пенсионных фондов и тому подобное. Итак, поехали. Итак, смотрите, все началось вообще с ВТБ банка. Я пришел в ВТБ банк как-то получать карточку, они мне там начали про пенсионный фонд. Ну, им же надо впарить свои услуги, рассказывать. Там начали рассказывать, что вот работодатель отчисляет процент, вот вы можете с этого, ну, часть этого процента забрать себе и перевести весь в пенсионный фонд, да, не государственный, и потом вам он будет накапливаться, ну, наращиваться и вам его выплатить. Я ничего не понял, не разобрал, это очень замороченная тема, и, короче, забил хрен. Потом как-то ходил какой-то человек у нас по квартирам, по домам, и оказывается от какого-то не государственного пенсионного фонда. Он пришел так хорошенько, мне, короче, голову забил, что я, в принципе, реально повез, он говорит, паспорт не надо, достаточно снился, он, значит, переписал мои данные, все туда-сюда, я даже не ожидал. Оказывается, потом мне приходит, в принципе, письмецо о том, что я якобы переведен в негосударственный какой-то пенсионный фонд, заключил какой-то фонд, неизвестный, непонятный договор, заключил. Я охренел, в принципе. Туда-сюда, 5-10, я в этом фонде, наверное, года полтора-два был. Потом я почитал, посмотрел, то, что есть фонды, которые закрываются, и эти капиталы, они или фонды вместе совмещаются с другими, которые банкротятся, и твои деньги, вот этот остаток, который там был от работодателя, может потеряться или куда-то что-то, ну, я как бы засуетился и, ну, и начал узнавать. Плюс от этого фонда у меня не было никаких вообще познавательных знаков, что мой капитал реально куда-то проинвестируется, где-то он умножается, что я получаю какие-то дивиденды, то есть какая-то шараж контора. Ну, я резко думаю, блин, туда-сюда, начал эту тему изучать, посмотрел так, про Сбербанк я уже давно слышал, что у них тоже этот фонд появился. А так, я еще раз говорю, я сотрудничаю с Сбербанком, я решил, в принципе, все это дело туда перевести. И я пошел в Сбербанк, то есть вы можете, вот если вас также где-то обули, перевели в какой-то фонд, и вы не знаете, вы можете пойти в любой банк, которому вы доверяете, или фонду, вы можете пойти написать заявление, и это заявление будет перейдено в Государственный пенсионный фонд, и Государственный пенсионный фонд заберет ваше накопление из того фонда, автоматически тот фонд ничего не сможет сделать, и переведет, нужно только ваше согласие, и переведет в тот фонд, в котором у вас было. Вот так я пришел в Сбербанк, все, автоматически взяли мои деньги, изъяли, то есть мне Сбербанк сразу дал распечатку, где я видел, с какого фонда, какая сумма, за что мне была, в принципе, переведена. Там была, в принципе, небольшая сумма, что-то в районе шести, что ли, с половиной тысяч, ну так вот, я просто сам по себе тунеядец, и мало где работал, и у меня были, в принципе, маленькие накопления. Значит, что я скажу вам по результатам? За последние два года работы с Сбербанком, Сбербанк четко мне присылает смс-ки, четко мне указывает, сколько они заработали, проинвестировав мои деньги куда-то там, денег. То есть я смотрю, что у меня было, грубо, шесть с половиной тысячи за последние два года. Я в том месяце, в том году, 300, по-моему, это было восемь годовых, 300 с чем-то рублей, по-моему, получил. И у меня стало что-то в районе ближе к семи тысячам рублей. И там то ли шесть восемьсот, и вот в этом году я уже получил пятьсот рублей. То есть умножилось уже, тоже в этом году, по-моему, тоже было восемь годовых, они раз в год начисляют на мои уже накопления. То есть с капитализацией уже, грубо, ну, было шесть пятьсот, стало шесть восемьсот, я примерно не помню. На шесть восемьсот, и у меня уже стало семь с чем-то. То есть и вот так это будет накапливаться до пенсионного возраста. Вполне неплохо даже вот эти копейки, да, шесть пятьсот, казалось бы, да, но за десятилетия они могут превратиться даже в те же самые пятьдесят, сто тысяч не лишние, да, не лишние, которые мы, в принципе, можем получить, ну, когда у нас настанет пенсия. Также я еще сейчас начал формировать свою пенсию, это я открыл индивидуальный пенсионный план, я тоже запишу об этом видео, расскажу плюсы и минусы, стоит, не стоит его открывать, но это будет видео позже, после того, как у меня пройдет год, я посмотрю, сколько у меня накапало и насколько это классная инвестиция, но это довольно-таки интересная инвестиция, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эти все полезные видео и быть в курсе всех моментов. Смотрите, и вот что самое интересное заключается, я хотел сказать важное в этом видео, как не попасться на развод этих пенсионных фондов. Смотрите, несмотря на то, что я уже состою в Сбербанке два года, мне постоянно звонят пенсионные фонды и на дурачка хотят меня развести, они мне говорят, здравствуйте, а вы заключали ли вы договор с нашим пенсионным фондом? То есть на дурака, хотя они по идее должны знать, что у меня уже давным-давно договор, как два года со Сбербанком, может быть они этого не знают или этого не знают, но они это действуют на дурака, почему? Просто они по телефону у вас спрашивают, если вы дадите согласие, что да, такое было, они просто возьмут ваши деньги и благодаря слову да через телефон переведут вас в свой пенсионный фонд, поэтому ни в коем случае не соглашайтесь, ищите этих мудаков просто нахер. Я им говорю, вы что, я говорю, охерели совсем, я говорю, или вы что, не знаете, я говорю, у меня в Сбербанке давным-давно все мои накопления переведены, вы, я говорю, уже сотый, я говорю, фонд сраный, я говорю, который мне звонит и предлагает, и говорит, что я якобы заключал договор. Откуда вся эта херомантия пошла? Оттуда то, что стоило один раз вам слить свои данные, это как, знаете, это как кредит взять в банки, и банки вам будут другие смс-ки слать, то есть база данных ваша сливается, и вот моя база с данных слилась, то, что я, у меня проявился интерес к пенсионным фондам, и я их целевая аудитория, и они начинают мои данные, блядь, эти все фонды друг другу передавать, и эти суки начинают меня прозванивать. Поэтому это очень важно, друзья, и шлите их просто нахер, если вы поделились с фондом. Иначе, если нет, они могут просто ваше накопление перевести к себе. А там хрен узнать, какой этот фонд, нормальный, ненормальный, будет ли ваш капитал умножаться, не будет ли умножаться, где они его прокурчивают, может, он вообще, блядь, пропадет у вас. Даже вот эти несчастные 6 тысяч, как у меня, несчастные, несчастные, я вот уже на них 2 года получаю накопление. И вот так вот. Поэтому меня, в принципе, все устраивает, я с этим работаю. Поэтому я вот хотел вас предостеречь, ребят, аккуратнее с этими фондами негосударственными, и шлите, если они вам звонят, просто их нахер. Если вы приходите в какую-то организацию, которая... Почта не ваша, они хотят вам навязать. Обязательно изучите. Я, прежде чем вообще влезть в эти пенсионные фонды, я все в гугле переискал, посмотрел плюсы и минусы, для чего это нужно, нужно ли это вообще и тому подобное. Поначалу, когда я пришел в ЭТБ банк, я тоже ничего не понимал, я просто отказался. А потом, когда я уже случайно встрял, и меня развели, да, у меня прям на дому, и когда меня уже перевели, тут-то я уже начал копаться и разбираться. И тут я уже спохватился и вовремя перевел. Может быть, у меня накопления были и больше, а перевели они 6500, я не знаю. Может быть, они куда-то мои деньги дели, или они их проиграли где-то, я не знаю. Поэтому это очень важный момент. Ну а на этом, друзья, я буду заканчивать свое видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Обязательно делитесь данным видео со своими друзьями, оно может им помочь. Есть комментарии, пишите. Также, если вам нужны какие-то консультации, обращайтесь. С радостью вам помогу. Ну и не забываю подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить очередное полезное видео. Будет очень много всего интересного. Ну а с вами был на связи Фокин Евгений. Всем пока.